Добрый вечер всем, здравствуйте! Сегодня будет небольшое видео, отвечу на ваши вопросы, сразу по горячим следам, так сказать, которые вы мне задаете под видео о свадьбе. Но прежде чем начать отвечать, хочу передать привет одной из моих подписчиц, которую зовут Ирина, и живет она в Америке. Ирина, привет! Как в поле чудес. Первый вопрос звучит так. Почему же себя не показали? Ну, вы знаете, я даже не думала о том, что нужно мне показать себя. Я просто как-то сосредоточилась на съемке, хотела вам показать церемонию венчания, и особенно я хотела вам рассказать, рассказать, как это происходит, и то, что я знаю о свадьбе, и вот рассказать про цифры, вот именно какие цены здесь, чтобы вы, может быть, сравнили там или что-то такое. Мне показалось, что вам это будет интересным. Дальше, второй вопрос. Как принято одеваться на свадьбу гостям? Надевают ли разные наряды на венчание, потом на обед и на дискотеку? И хотелось бы узнать о подарках. Сначала скажу про наряды. Значит, я была здесь в Англии на трех свадьбах. И на двух предыдущих свадьбах, кроме последних, у всех женщин на венчании, на церемонии венчания, почти у всех, были на голове шляпки или, как их здесь называют, фасинейты, то есть декорация на голову, украшение на голову. Вот примерно вот такие вот здесь продают. Вот такие вот, ну, они разные бывают, разных цветов и разных вариантов, с вуалью, без вуали. Сзади вот вы можете видеть вот такой, как гребешок, и вот он одевается вот на голову. Вот таким вот образом. Вот сюда или на эту сторону крепится. Вот, вуалькой может быть вперед или как-то вот, не знаю, вот таким образом. Вот, то есть на предыдущих свадьбах, на двух, все дамы были, практически все дамы были вот в таких вот, либо шляпках, либо вот с такими декорациями. Но на этой свадьбе, на последней, если вы могли видеть вот в церкви, сидела только одна женщина вот в такой шляпке. Я тоже была без шляпки, потому что на мне было много всего. У меня было такое массивное украшение на шее, поэтому шляпка была как бы неуместна. Я так посчитала, что она была бы неуместна. Вот, потом про переодевание. Ну, никто, никого я не видела, чтобы гости кто-то переодевался, за исключением моей мамы, которая переодевалась вот на одно из свадеб. Она переодевалась в свинчане на ужин. Дальше. Хотелось бы узнать о подарках. В последнее время молодым стали дарить деньги. А вообще подарки здесь, вы знаете, дарят такие незначительные, некрупные, не как в России это принято. Ну, например, рамки для фотографий, либо какой-нибудь набор ложек, или там какие-нибудь чашки. То есть вот очень... Или свечки. Что еще? Какие-нибудь картинки. Вот. Ну, если это молодожены, и они... Молодожены имеются в виду в новом доме, то они обычно составляют список подарков, и гости разбирают, что они могут подарить. Ну, это обычно вот для семьи, наверное, для семьи и для близких. Вот. А в основном, как бы, вот, дарили деньги. На эту свадьбу дарили деньги. Еще один вопрос. А сколько по времени длится свадьба? Хватило ли три блюда? И что пьют из алкоголя? Ну, свадьба началась... Церемония венчания началась без 15-12. Ну, невеста опоздала. То есть она приехала к 12, как это обычно делается. То есть началось все в 12 часов. На это отводится, наверное, минут 45, вот, на церковь. Потом все идут, фотографируются, в общем, кто куда разбредается. И потом все, кто как, едут вот в этот вот отель, в этот ресторан. Там обед был где-то, наверное, часов три или полчетвертого. До этого все фотографировались. Хватило ли три блюда? Да, трех блюд хватило. Ну, мне во всяком случае хватило. Потому что, как вы могли видеть, основное блюдо было таким достаточно большим. Там было два куска говядины такие большие и йоркширский пудинг. Большая такая вот блямба. И потом овощи. Овощей было очень много. И потом ходили девочки-официантки вот с такими большими подносами и подкладывали вот эти овощи. Овощи были очень вкусные. Цветная капуста, запеченная сыром, была просто-просто обалденная. О, Матьеш. Вот. Поэтому, мне кажется, хватило всем. Но, вы знаете, вот все потом остались на дискотеку. Ну, не все. Мы уехали. А на дискотеку приехали еще молодые, да, молодые девушки и парни. Началась дискотека в 7.30. И там был шведский стол. И когда мы уезжали, я видела, что официантки готовили вот уже шведский стол, накрывали. Вот. Что было на том столе, я не могу знать. Не знаю. Что пьют из алкоголя? Пили шампанское, красное вино и белое. Еще один комментарий. Вот она, разница менталитетов, привычек, традиций, воплоти. Невеста и жених не особо любят сниматься. У нас же невеста с женихом останавливаются для фотосъемки у каждого угла, более-менее пригодного для съемки. А видео не приостанавливается вообще. Отвечу на этот комментарий. Вы знаете, когда я сказала, что невеста и жених не хотят быть в объективе моей камеры, я имела в виду, потому что я им до этого сказала, что мое видео пойдет на YouTube, и они поэтому не выразили особого желания, не хотели публичности. А на самом деле они точно так же, как и в России, останавливались у каждого угла и фотографировались, потому что фотограф отрабатывал свои положенные 250 фунтов. Видео снимали, но такие любительские, профессионального видео не было. Дальше. Самая торжественная и красивая часть происходит в церкви. У нас же самую красивую часть я вижу каждый выходной в соседнем ресторане, когда около полуночи начинается апогей праздника с воплями, хлопушками, петардами, стрелялками. Тоже отвечу. Я так предполагаю, что на этой дискотеке, которая была, вот в 7.30 начиналась, наверное, то же самое и было. Вопли, хлопушки, петарды и так далее. Все-таки это свадьба, это молодые по возрасту люди, да, поэтому им хочется всем повеселиться. Скорее всего, так и было. Поэтому я бы не была столь категорична вот в суждениях своих, да. Конечно, в Англии есть свои традиции свадебные, в России свои традиции. И поверьте, что здесь точно так же пьют, точно так же гуляют, орут и так далее. Знаете, что хочу добавить по поводу алкоголя? Забыла вот. Если здесь проходит свадьба, либо какое-то торжество, день рождения, юбилей, то виновники торжества не тратят много денег на алкоголь. Нет, они тратят, конечно, да, но никак в России не закупают вот ящиками там пиво, либо водку и так далее. У них есть какая-то, они устанавливают какую-то норму для каждого человека, да. Там, допустим, по бокалу белого и красного вина и все. А потом, если гости сами хотят уже напиться, то они уже сами идут в ресторан или в бар, заказывают у официанта вот свою личную выпивку и расплачивают со своими деньгами. Вот такая традиция.